Пройдемся по супертяжелому дюксу. Самый дорогой макияж и стоил 1000 долларов. Кучи! Самый отвратительный фаундейшн, который я когда-либо покупала. Вот тебе твоя внешность такая, добрые, девочки-девочки, помогает в жизни? О, девочка, ты вообще не в ту сторону. Красивым легче? Легче, наглым. Коллекционирую сумки. Ты считала приблизительно? 50. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко. И сегодня на моем канале классный блогер Татьяна Гузенко. И она, кстати, мой клиент. Да, всем привет, ребята. Таня Гузенко живет жизнью мечты и делится ее рецептами. Как бесплатно съездить на показ Диор в Париже? Как сделать себе тело мечты? Как получить заветную сумку Эрмес? Все это есть на ее канале. А в разборе косметички сегодня – самая лакшери косметика и лакшери истории. Итак, Тань, сегодня мы с тобой пройдемся по супертяжелому гюксу. Косметичка 100% у тебя тоже какая-то гюксовая. Да, косметичка у меня Луи Виттон. Луи Виттон, это только, кстати, понятно по маленькому... Да, видите, никаких лейбов. Что ты наносишь вообще каждый день? Ну, я каждый день не крашусь. Вообще, и тон даже не наносишь? Тон не наношу. Но, конечно, если мы куда-то выходим, то я могу что-то нанести. Это обычно идет Foundation. Foundation, Make of Forever. Да, мне очень она нравится, она очень легкая. Да, хороший тон, достаточно такой на каждый день. Я сейчас покажу, кстати, тональный крем, который мне вообще не зашел. Не зашел, да. Он у меня с собой, и я взяла его показать всем, потому что многие блогеры его выставляли и хвалили. И такие блогеры, как я, их купили. Но ты вообще ведешься на... Да. Если кто-то что-то порекомендовал... Да. Гуччи. Это самый отвратительный foundation, который я когда-либо покупала. Он ложится кусками. Если у вас сухая кожа, то это вообще, вообще не ваш вариант. Но вот Гуччи, я не знаю, ни одного продукта, который бы вот был классный. Мне кажется, они выпускают косметику так. А давайте выпустим тон. И просто, знаешь, что-нибудь выпускают, и потом пишут Гуччи. Я купила вот эти тональные... Два тональных крема, потому что один из make-up artist мне сказал, что так как я не умею краситься, есть такой лайфхак. Покупаешь светлый тональный крем, наносишь его на центр, а потом темный тональный крем наносишь по краю. И ты знаешь... Это работает. Не, ну это реально работает. Это реально работает. Это хороший лайфхак. И я знаю, что ты была у многих популярных визажистов. Какой самый дорогой макияж ты делала? Самый дорогой макияж это был у Митрошкиной. Макияж был просто потрясающий, но он стоил тысячу долларов. Продолжим лайфхаки от визажистов. Ты знаешь, сложно же сделать контуринг лица. И мне посоветовали купить... Армани консилер? Консилер, да, чтобы консилером делать вот это высветление. Высветление. Потому что это легче, чем затемнить темным чем-то темным. Но вообще этот лайфхак работает для темнокожих. Это... Поэтому я не знаю, кто тебя красил. Потому что обычно нашей европейной расы мы всегда затемняем, потому что у нас кожа недостаточно темная для того, чтобы была своя цветовая тень. А вот для тех, у кого именно макияж для темнокожих, у них наоборот высветляют, потому что им затемнять некуда. Вот здесь это вряд ли. Но если ты прям сильно-сильно загоришь, то может быть. Ну да, но она говорит, надо на лоб нанести, вот сюда, где глаза, где крылья носа, здесь и здесь. А на что ты больше всего тратишь деньги? Дело в том, что я коллекционирую сумки, мне это очень нравится. Такое может показаться кому-то странное хобби, но, ребят, кто-то коллекционирует монетки, кто-то коллекционирует камни. У меня есть знакомые, которые реально собирают разные камни. Так что тут такое на вкус и цвет, но я собираю сумочки, мне это нравится. Сколько у тебя штук? Много. Ну, ты считала пригузительного? Ну да, но где-то 50. Это сумки Hermes. Они самые дорогие. Особенно, если ты покупаешь ее не в магазине, а у Байера. Ну, потому что ты переплачиваешь, да, полностью? Да, ты платишь двойную сумму. У меня азарт, чтобы мне эту сумку вынесли в магазине. И тогда это интересно. Если она тебе легко достается, то тут уже... Это уже не так, да? Я вижу, что у тебя под нитро Диор. Я знаю, ты недавно была на показе. Да. И тебе там делал макияж, визажист Диор. Расскажи, как тебе? Понравилось? Она нанесла хайлайтер вокруг губ. Полностью вокруг всего рта. Да, полностью вокруг всего рта. Ай, чтобы увеличить губы. Не знаю, вы так красите? Только на верхней, например. Либо в каких-то частях, где нужно придать объем. Потому что, например, тебе бы полностью... Я бы не обводила. Если, особенно это съемки, ты на показе где-то не так упал в свет, будет ощущение, что ты поела чего-то жирного, знаешь, у тебя вокруг блестит. То есть там, где нам нужно увеличить. А наоборот, если ты хочешь добавить, как тебе, например, развернуть вот эту часть, чтобы она более пухненькая была, там, наоборот, лучше подтемнить. Подтемнить. И тогда она, да, губа светлая, тогда она развернется. Ну, эту, кстати, палитру я купила, потому что, помнишь, ты мне делала макияж, использовала эту палитру, и я подумала, что, ну, Аня, так классно, так красиво, и мне срочно тоже нужна такая палитра. Но я ей пользоваться не умею, потому что я, когда пользуюсь ей, у меня появляются... Серые пятна? Серые пятна, да. Да, просто аккуратненько надо смешивать. Они, ну, пигментированные, то есть по сравнению там с вот этой Макафорево. Макафорево все равно он больше бронзер. Везде, где есть частички перламутра, ими намного проще красить, чем когда оно матовое. Видишь, тут такое более сатиновое, поэтому проще его будет наносить. Так, а потом я открыла для себя очень прикольный бренд. Это называется Вестман Ателье. У них такие крутые баночки, но мне сказали, что визажисты такое не покупают, потому что они тяжелые. И у них прям, видишь, такие типа стики, можно сразу краситься, чтобы выделить скулу, сделать контейнер. Даже я этот бренд не знаю. Представляешь, где ты покупала? В Лондоне. Мне так понравилось, и красивая упаковка. А я тот человек, который эстет, и любит все глазами, я сразу на упаковку повелась. То есть, если взять средство, которое будет красиво упаковано, и средство, которое некрасиво упаковано. Я выберу красиво упакованно. Так вот, относительно упаковки. Это сразу прибавляет стоимость к бренду. Вот разница будет существенная между этими двумя упаковками. Это может стоить до 10 даже долларов, сама упаковка. Ну, в зависимости там от количества. А это может стоить, там, центы. Поэтому и стоимость будет разная, конечно, продукта. Ну да. Так, если возвращаться к Гуччи, то я купила у них еще тушь. И купила помадки. Тушь мне не зашла. А вот помадки у них прям очень прикольные. Ну, помадки тяжело испортить. Относительно помад. Есть один технолог, мы с ним общаемся. И он делал помаду для... Делает сейчас помады для Faberlic. А когда-то он работал на заводе, и они выпускали помаду для Chanel. И вот еще он выпускал там для одного русского бренда из разряда Каминка. И состав помад Каминка и состав помад Chanel абсолютно одинаковый. Единственное, это отдушка. То есть отдушка, компания присылается, это выливается, это все снимается на камеру. Чтобы, не дай бог, эту отдушку никто нигде не использовал. И вот мы с ним очень дружим, с этим технологом общаемся и говорит, что даже вот если бы мне сказали сделать помаду, чтобы она в себестоимости стоила 300 рублей, ну, это 150 гривен, я бы не мог, даже если бы добавил слезы единорога туда. Потому что себестоимость помады, они вообще везде практически одинаковые, их очень тяжело испортить. Просто она там более приятно пахнет, либо там больше воска, меньше воска, знаешь, просто по ощущениям. Ну да. Но упаковка красивая. Больше ты любишь интернет покупки или живые? Ну, на самом деле, конечно, косметику классно покупать в обычном магазине. Но иногда, если знаешь, что ты была в магазине, что-то увидела, но не успела купить, то можно сделать онлайн покупку. Я ненавижу покупать онлайн, ненавижу. У меня каждый раз, начиная с мелочей, попросили купить мне кастрюльку, кашу варить маминку, ребенку. Приходит на 50 метров, говорит, вам кастрюльку привезли. Я говорю, куда? У меня никогда не получается онлайн. Ни одна моя покупка онлайн не увенчалась успехом. Судя по карандашу Гучи, у тебя тоже иногда бывают пробелы. Иногда бывает, но на самом деле я прям еще тот шоппер. Шоппер, да, я онлайн покупаю. А что ты там выкинула? Я выкинула очень старый карандаш. Мне кажется, что я ему вообще... Армания, он такой прям потертый-потертый, я думаю, шо? Не лакшери. Ну, Армания все-таки. Это тут два карандаша Huda Beauty. И опять-таки, эти я покупала в магазине, и я что-то, мне кажется, не то выбрала с цветом. По Huda Beauty. Ну, Charlotte Tilbury классные цвета. Да, Charlotte Tilbury классные. Я вообще люблю Charlotte Tilbury, и мне кажется, это тоже может быть твой бренд, в котором тебе практически подойдет все. То есть у них очень много хороших и теней, и они такие... Все красиво, дорого, классная упаковка и очень осеннительные цвета. Если вы обратили внимание, то у меня нет абсолютно ничего для глаз. Кстати, круглый глаз у тебя достаточно активный, и это говорит о том, что ты очень целеустремленная. То есть ты знаешь, что ты хочешь. Это правда. И многие немножко обманчивают вот этот позитивный... Ну, уголки арта плюс у тебя подняты, и всем кажется, да, она такая вот легкая, воздушная, в принципе, там можно особо не париться, но на самом деле Таня все четко знает, что она хочет. Что интересно, прям я достаточно часто встречаю людей, которые пытаются меня анализировать, и когда кто-то говорит, что ты очень легкая, и я понимаю, что о, девочка, ты вообще не в ту сторону. Знаешь, для многих они когда видят, что ты как будто добрая, такая вся воздушная, то ты слабая. Но это тоже не про меня. Несмотря на то, что у тебя выраженная скула, то есть лицо достаточно приподнятое, но у тебя нет впадины своей, вот в природной, да? То есть есть скуластые девчонки, у которых прям впадины-впадины. Они такие, будут идти до последнего, там доказывать, могут прям с шашкой пойти в войну. Ты больше такая хитренькая. Ты всегда будешь получать то, что ты хочешь. У тебя это и подбородок, который плоский, выдвинутый вперед. Мало того, даже как я к тебе попала, я была записана в салон руки-ножницы, на брови, по-моему, и мне позвонили, сказали, что мастера не будет. Я говорю, хорошо, а кто есть там, запишите меня. Я знала, что есть такая Аня Кравченко. Я говорю, запишите меня к Ане Кравченко. Но мы не знаем, но это же владелица, я даже не знаю, у нее есть свои клиенты, она новых не берет. Я говорю, ребята, мой аппоинтмент, моя запись, отменена. Вы теряете клиента. Как это так? Ну, сделайте что-нибудь, подойдите к Ане, расскажите, иначе к вам не придут. План уже, план уже нарезала. Да, и тут я попадаю к Ане, и я знала, знала, что мы должны подружиться, понравились друг другу, и теперь я все время к Ане попадаю, Аня, я иду к тебе. Вот тебе твоя внешность такая, добрая, девочки-девочки, помогает в жизни, мешает? Ты знаешь, на самом деле, она мне точно не мешает, но меня реально очень злит, когда человек делает обо мне какой-то неправильный вывод. У меня было такое, что я пришла на бизнес-курсы в Киеве, и там девушка говорит, что мы должны сделать с вами тест, кто какой лидер, то есть кто какой хозяин. Есть там добрый хозяин, есть там жесткий, там выбирают по цветам. Зеленый, красный, голубой и желтый. Типа желтый, это который суперактивный, общается. В общем, четыре разных цвета, если хотите, там почитайте об этом более подробно, я правда подробности не помню. И почему-то очень многие в классе подумали, что я именно тот зеленый, зеленый владелец, который будет очень добрый, очень лояльный своим сотрудникам. Я делаю тест в интернете, который она, учитель сказала сделать. Я красный. И они все-таки ты красный? Да не может быть, игры. Ну, ребята. И такая же история у меня была, вот я встретила одну девушку, которая мне рассказала про энергограмму, или как она правильно? Да, 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 твоя энергограмма. Да, в общем, там по номерам и можно выяснить, какой ты номер, например, если номер один, то ты перфекционист. Номер два, то ты все для людей, стараешься очень понравиться. Там номер три еще что-то значит. В общем, каждый номер имеет свое значение. А восьмерка это такой лидер пробивной, который всегда идет прямо. Я по всем тестам 8. Она говорит, нет, не может быть, ты двойка. Двойка это человек, который вот такой вот своеобразный филантроп, который очень-очень понравится людям, который все для людей. Я слушаю, я там читаю значение, говорю, ну это вообще не про меня. Мне вообще все равно. Максимально все равно, что подумают обо мне люди. Она говорит, нет, но ты же хочешь всем нравиться. Нет, на самом деле, ты прежде всего, для тебя самый главный критик это ты сама. Сто процентов. Вот если ты решила, что у тебя там нога не какая-то такая, живот какой-то не такой, и все тебе будут говорить, да Таня, ты идеальна и так далее. Нет, ты все равно будешь работать до последнего, пока ты сама себе не понравишься. Есть мне счастье в красоте? Вот красивым легче? Легче ногу. Наглость, да? Да, ну правда, наглость это второе счастье, иногда даже первое. Если ты будешь скромной, то ты не добьешься своих целей, да. Ну реально, вот просто мне наглость всегда, просто только не пишите, она такая наглая. Наоборот, ребята, берите этот лайфхак, становитесь наглыми, идите в этот мир, и получайте, что хотите. Просто у меня очень часто были ситуации, в которых надо немного надавить, немного дожать, чтобы человек по-другому повернулся, по-другому с тобой поговорил. Есть миллион способов это сделать, и люди должны этим пользоваться. Может показаться, что, ну, Таня, тут уже некрасиво, давай сванчиваться, ну, как бы все, то я все равно скажу, подожди, подожди, мы сейчас разберемся. У меня есть друзья, которые вообще не говорят. То есть, например, мы были с ними в ресторане, я заказала какое-то блюдо, приходит, мне оно не понравилось, приходит официант, спрашивает, вам не понравилось? Я говорю, ну, да, мне не понравилось, ну, честно. Не то, что я не устраиваю скандалы, я не прошу убрать это блюдо из счета просто, но я говорю честно, что, ну, что-то не так. Они это забирают, может быть, они возьмут себе это где-то на заметку. да, лучше всего. Да, и тогда прямо эти ребята накинулись на меня и сказали, что ты что? Нельзя такое говорить, ты же обижаешь повара, ты же обижаешь... А я не могу не сказать, я не думаю, что здесь есть кто-то прав, кто-то нет, просто кто-то может сказать, а кто-то там просто другой. Или прийти на... Как эта девочка потом говорит, вот я если приду на стрижку, ей не понравится, как ее подстригут, она просто больше не ходит к этому мастеру. А я если приду на стрижку, я обязательно скажу, что, ну, что-то не так, мне эта стрижка не понравилась, я рассчитаюсь, уйду. Я тоже не приду к этому мастеру, но мастер хотя бы будет знать, что клиенту не понравилось. Вот в детстве ты чувствовала себя красивой? Да. Мне реально родители не говорили, что Таня, ты такая красивая. Может быть, моя бабушка, но бабуля смотрит просто мои youtube видео. Нет, тут я жила с такой мыслью, что я такая. Вот честно, я даже не знаю, откуда она взялась. У меня никогда не было мысли, что я чего-то недостойна или там что-то не так. Вот я так родилась. Когда же у меня была один раз история, когда мне, мы ехали там в машине с родителями и мама говорит, что папе типа вот посмотри какие красивые дети, а они там что с мамой поругались, не знаю. И папа говорит, да где они красивые, они некрасивые. И я лежу там на заднем сине и думаю, что он несет, как это некрасиво, да вообще, да кого он вообще видел красивее, чем я. Но, кстати, потом, конечно, когда родители уже помирились и все такое, то папа мне всегда говорит, что я. Самое красивое. Ребята, я вот прям всем настоятельно рекомендую. Я прям давно думала, что я хочу поделиться вот как можно большим количеством людей об этом. Не то, что лайфхаки, но вообще, как ваши мысли, они материализуются. Что я в детстве всегда думала, что я, ну, такая красивая. И я всегда с этим жила. И, может быть, кто-то скажет, блин, Таня, ну, есть девочки и красивее тебя. Но я с этим жила, и я с этим шла в мир. И многим, может, когда они смотрят мои фотографии, я не такая красивая, но когда они общаются со мной в жизни, то я их чем-то завораживаю. Или, знаете, у меня была когда-то мысль, я всегда думала, блин, мне не хватает эмоций. Мне так не хватает эмоций. И я после этой фразы там проходила 2-3 дня, и мы начинали ругаться с мужем. Просто у нас начинались какие-то скандалы. Я думаю, что-то не так. Это не те эмоции. Что-то происходит не так. И теперь я по-другому мыслю говорю, мне не хватает любовных эмоций, мне не хватает романтики. Или даже хочу любовных эмоций. Да, да, то есть я конкретизирую. И когда я начала конкретизировать, реально это начало сбываться. То есть обязательно и всегда мечтайте, думайте, ставьте себе цели, они обязательно осуществлятся. Главное, правильно проговаривайте, а не как я. Эмоции. А комплексы есть у тебя какие-то? Ну, честно, вот честно, нет. То есть я очень хочу, чтобы вы, девушки себя любили. Что, поверьте, всегда будет кто-то красивее вас, умнее вас, там, образованнее. Но вы должны любить себя такой, какая вы есть. И да, вы должны быть уверены. Не то, что думать, что я, наверное, этого достойна. Да нет, вы этого достойны. И это должно быть вас. Вы красивы, нет некрасивых людей. Если девушка идет уверенно и думает, что я вообще лучше меня нет, то к ней так относятся и окружающие. А если ты начинаешь как-то закрываться и думать, что-то я, наверное, этого недостойна, то окружающие считывают эту информацию и думают, что, ну да, она какая-то вот такая. Поэтому я прямо настоятельно желаю каждой девочке, что вы должны быть уверены в том, что вы лучше, красивая, стильная и вообще самое-самое. Но мне кажется, знаешь, вот некоторые девушки все равно, они себе в голове говорят, что я красивая, но они сами этого не верят. И вот отменял лайфхак, чем больше вы себя в себя будете вкладывать, тем больше ты себя будешь уважать. Потому что некоторые там копят, копят деньги, потом взяла, потратила их на чебуреки. Ну, образно говоря. А лучше вложить в себя, на укладку сходи, да? Ты же после укладки себя по-другому чувствуешь, с макияжем по-другому чувствуешь. Поэтому не бойтесь в себя вкладывать. Но твоя уверенность в себе, как ты считаешь, она цепляет мужчин? Да, я думаю, что она цепляет. Потому что даже когда я добивалась по-симпатичному парню, то мы учились в школе, я все время делала какой-то хвост, я никогда не красилась, собирала волосы, там я была в школьной форме. И объективно, ну как бы любой, кто бы посмотрел, сказал бы, что она не очень выглядит. Обычная девочка. Да, но я шла с такой уверенностью, что я ну такая красивая, и просто красивее меня вообще никого нет. И сейчас просто я подойду, а он упадет. В общем, и он только одной присматривался, кто другой к девочке, а я все ходила, ходила. Ну и в итоге мы начали встречаться. Я его добила. То есть в итоге уверенность в себе решает? Да, сто процентов. Я хочу подарить тебе подарок. Во-первых, видишь, я знала где-то внутри себя, что ты не красишься тенями. Поэтому это будет первая по митро тени. Вау. Кевина Коэн, я выбрала как раз для тебя цвета. Боже, Аня, мне надо срочно к тебе на уроке по мейкапу, потому что я не знаю, как это наносить. Идеальное цветовое сочетание, то есть чем бы ты здесь не накрасила, куда бы ты не нанесла, тебе будет все подходить. И плюс кремовые тени, как база. Класс. Второе. Видишь, я прям знала, чего у тебя нет. Во-первых, почему у тебя нет ни одного хайлайтера? Ну, потому что я им не пользуюсь. Тут и так все сложно. В общем, первый шаг к твоему хайлайтеру это будет кисточка. Это форма, вырезанная мной, авторская. Как раз специально для нанесения хайлайтера. Это вот так, да? Да. Как пальчиком. Это вообще кисточка, заменитель пальца. Вот как бы ты пальцем нанесла. Да. Так ты наносишь это кисточкой. Классно. Я, кстати, думаю, что через пару лет ты будешь уже L.A.M. в Sephora покупать. Это будет вообще супер. Честно, если вот украинский бренд появится в магазинах Sephora, для меня это вообще, знаешь, за счастье. Я так радуюсь, когда украинские дизайнеры или украинские блогеры чего-то достигают. Я люблю свою страну, и это очень круто. Да, это у нас сейчас самая главная цель. То есть мы будем первым украинским брендом, который кланит в Sephora. Спасибо большое, что ты ко мне пришла. Мне очень приятно, что ты уделила время. Вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте класс, и до новых встреч. Всем пока.